В Краскове увеличат мощность котельной номер один. Она должна обеспечить теплом долгострой Грин-Сити. В настоящий момент на объекте идет реконструкция, которую планируют завершить в декабре. История с долгостроем Грин-Сити в Краскове давняя. С 2015 года обманутые дольщики не могут заселиться в свои квартиры. Дома все никак не достроят. В настоящий момент появилась подрядная организация, готовая завершить строительство. Начались работы по увеличению мощности котельной, которая обслуживает этот район. Там устанавливают еще один котел. Она сейчас работает на 9 мегаватт. Для ввода дома Грин-Сити, который строится, необходимо было еще добавить на эту котельную 3 мегаватта. В настоящий момент ведется реконструкция данной котельной, чтобы можно было в водопительный период обеспечить данный дом теплом и горячим водоснабжением. Глава округа Владимир Ружицкий посетил объект, чтобы проверить качество и темпы работ. Он заметил, что в целом подготовка к зиме в Люберцах подходит к завершению. Тепловое хозяйство готово к отопительному сезону почти на 100%. Мы ставим задачу, чтобы этот котел был вмонтирован и должен быть произведен запуск тепла до 1 декабря. Ну а дом, в котором сейчас завершаются отделочные работы, запланировано сдать до конца года. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.